Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать? Что происходит в латвийской культуре? Гости в студии. Дебаты, споры, анализ. В программе Дениса Ханова о латвийской культуре «Культ Просвет». Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на волнах радио «Балком». Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь программа «Культ Просвет» и уже восьмой сезон подряд мы находимся с вами в поисках общего культурного пространства. Нередко мы находим его в разговорах с очень интересными гостями в студии, с представителями культуры, политики, искусства, педагогики. И сегодня мы встретимся с коллегой, по сути дела, но немножко из другого цеха. Коллега, которая представляет редакцию газеты «Дена». Это специалист в области музыки и искусства театра. Это автор множества рецензий на тему культурной жизни Латвии и мира. Это сотрудница редакции «Дена» Инесса Луссеня. Добрый день. Добрый день. Большое спасибо, что нашли сегодня время присоединиться к нашей беседе. Я знаю, что у вас очень напряженный график, несмотря на то, что мы уже почти два года находимся в формате удаленной работы и удаленного потребления культуры. Так или иначе, интенсивность не спадает, и у вас очень много заданий, много текстов. Уважаемые радиослушатели, мы также приглашаем вас к беседе, потому что вы всегда неотъемлемая часть нашего разговора. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам, комментируйте, размышляйте, звоните по телефону прямого эфира 6721-2939 и 6721-3939. А также посылайте свои размышления и комментарии на номер в WhatsApp и SMS 206191. Мой коллега Родион Золотарев сегодня помогает обеспечивать нам техническую часть нашего эфира. Инесса, сегодня я предполагаю в рамках нашей, может быть, не очень долгой беседы, на протяжении 40 минут обсудить целый ряд тем, но многие из них будут связаны, может быть, с актуальными процессами культурной политики в Латвии. Скажите, для начала нашего разговора, как, по-вашему, за последние два года, года пандемии, изменился культурный ландшафт в Латвии? Что сдвинулось с места? Что появилось нового? А что, может быть, исчезло? Ну, конечно, я не скажу ничего особенно нового, если мы будем говорить о большой дигитализации культуры, о том, что просто из того, что нельзя было представить спектакли, концерты и другие мероприятия в таком виде, как мы привыкли, и которые все-таки самые естественные, да, этим искусством, все должны были или, ну, тут выбор был такой, или ничего, или кое-что в дигитальной среде, да, то есть начали делать разные дигитальные такие концерты и так далее. Ну, в этом сразу могу сказать, что тут вы играли те, у которых под рукой было, или просто под финансовой рукой, да, возможности, технические возможности. Это сразу делает, ну, это сразу такая откориба, ну, зависимость, да, зависимость технических средств от этого. Потому что, например, Рейн Заринч, пианист, сразу один из самых первых, начал такую целую серию, да, раз в неделю концерты из своей такой, ну, из такой студии, из комнаты, скажем, почти такой, как мы здесь сидим, да, и с теми техническими средствами, которые были, так сказать, ему возможны, да, один из самых таких лучших пианистов, которых мы знаем теперь, и не только в уровне Латвии, да, ну, слава богу, это были не самые плохие технические средства, что они не испортили его игру, но всё равно это просто техническая камера где-то стоит, да, пианист играет. Другое дело, если телевидение делает профессиональную или запись, или прямую трансляцию из разных ракурсов, с несколькими камерами, с звукорежиссором тоже у пульта, но это нельзя сравнить, правда, это такая плохая, да, конкуренция. И это сразу и решает и деньги, да, Рейнес Заринч, скажем так, да, сразу надо напомнить, что он давал эти концерты бесплатно, да, ну, просто такая его, ну, миссия, просто не исчезнуть из мира, потому что никто не знал, как долго это продолжить. Мы до сих пор не знаем, как долго продлиться пандемия. К сожалению, да. Многие очень надеются, что она постепенно подходит к концу, но возвращаясь к началу этого процесса, вы упомянули, что это было что-то принципиально новое, и упомянули также то, что те, кто могли позволить себе это технологически, те были как бы в первых рядах, условно говоря. То есть мы можем говорить о цифровом неравноправии, о некоторой такой цифровой маргинализации, ведь действительно для многих людей скоростной интернет или высококачественный компьютер – это всё ещё недостижимая техника. Ну, знаете, этот вопрос вот только что был немножко поднят, не в таком ракурсе, как вы говорили, но в сравнении, да, только что неделю назад была на премьеру в кинотеатре такого фильма, который длится примерно один час. Тут 600 танцоров из разных коллективов Латвии, самодеятельных танцевальных, молодёжных коллективов, и также музыканты, которые профессионалы, конечно, Аули и другие. Тут просто в режиссуре сделан был фильм «Латвийский мейс Руататес». Вот скажу, сейчас по-русски как-нибудь «Латвийский мейс». Украсится знаками или, да, украсится латвийскими символами, возможно. Да. Ну, тут представьте себе, у вас экран, тут много таких квадратиков, маленьких экранов, вот так же, как в конференциях Зума, но они в нормальном, хорошем видеокачестве. То есть первая идея именно была из того, что бедные хоры и танцевальные коллективы, да, все, которые участвуют в движении праздника песни, должны были или не репетировать, или как-то репетировать в таком зумовом формате. Скажем так, технически это даже невозможно, потому что в технической можно работать только, ну, в одиночку. Например, хоровый дирижер не мог вот так просто поставить в квадратики свой хор, и, ну, тут они поют, он слышит. Нет, он слышит только один голос. Да, тогда это какофония получается в технологическом формате. Да, все другие слушают, да, ты можешь работать с одним вот как вокальный педагог, скажем, в одиночку, да, а другие просто от иллюзии, что у тебя хор просто не присутствует, это видит. Потом другой тебе кое-что тут споёт или пришлёт какую-то микрозапись. Ну вот, из этой идеи, когда вот в плохом качестве, представь, что каждый в своей где-то комнате, где-то какое-то движение, кое-что выполняет, сколько тут вообще места, например, где-то в коридоре или в кухне есть. Да, и вопрос освещения, и качество звука, и прочее. Да, 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 просто, чтобы просто не исчезнуть, чтобы не, это просто было, чтобы не потерять какой-то коммуникации, чтобы все люди совсем не ушли и не нашли какие-то другие, ну, как-то по-другому заполнить это время. Ну, фильмы смотреть с домов, да. Да, но это, может быть, в первую волну все вдруг успокоились и решили заглянуть на это. Да, 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 и вот из этого родилась идея, из дефекта эффект, что они сделали фильм, да, пригласили других, один коллектив, Дагмара Барбалой со своим коллективом, говорила с другими коллегами, и всем эта идея понравилась, и, наконец, много коллективов, да, присоединились. Да, 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 не все одновременно в экране, да, но они тут менялись, да, и тут было и... Некоторые, ну, скажем, может быть, чересчур много было, что ты все видишь, как в таком калейдоскопе, как орнамент отдаленный, да, отдаленность даже тут так, ну, представляется, да. И тут мне больше бы хотелось эмоций и таких, ну, ну, что тебе показывает вот танцора, его лицо, и не только музыкантов. Были такие моменты, но слишком мало, да, но это другое, это вопрос режиссуры и так далее. Но то, что вот из-за этого такой продукт, такой вообще-то качественный появился, да, это вот, это тоже, конечно, конечно, но это было из дефекта эффект, да. Иными словами, мы стали свидетелями того, что пандемия и формат зума рождают новые формы культурных продуктов и коммуникации. Я думаю, что некоторая часть из этого и будет оставаться, потому что и даже и без пандемии уже были разные такие микс-формы и разные такие спектакли, где видео, но это мы уже давно видим, да, вкопляются вместо, скажем, сценографии, какие-то холограммы и так далее. Но, конечно, сказать, что наше будущее – это дигитальная культура, извините, если так, то мне просто очень страшно. Страшно. Чего вы боитесь? Это какая-то, получается, антиутопия? Антиутопия. И, скажем, как вы думаете, например, если мы берем даже такой вот, не только профессиональную культуру, да, для профессиональной культуры все-таки это важно, например, присутствие в публике. Оркестр, актер, певец, они чувствуют себя совершенно иначе. Даже дирижер, который как будто спиной, ну, к публике, да, когда они играют, поют без публики, да. Да, я слышал от многих актеров, что они физически страдали от того, что в зале были эти пустые места или какие-то перечеркнутые там лентами места, где люди не могли сидеть, не говоря уже о совсем пустом зале, что это был очень мучительный опыт. Да, вот первый год пандемии, первую осень, то есть 20-го года в осень, когда все как закрылось, так закрылось до лета, да, был очень хороший такой концерт, не такой патечистический, но такой очень, скажем, концерт для сердца, но на 18 ноября, на государственный праздник. И его давал с пианистом, да, то есть в камерной музыке, в таком формате, Дауманс Калнинш, певец. И такой, ну, он такой, он может петь джаз, он сам играет и габой, да, он тут тоже играл. Он может петь баллады Раймонда Паулса, так как ни один другой теперь, да. То есть у него такая, скажем, такая и сила личности очень такая, ну, внушительная в хорошем смысле этого слова. Ну вот, и знаете, он споет из всего сердца, из всего, и потом он кланится, нету аплодисментов, тишина. Просто, я думаю, это страшно этому певцу и пианисту, который с ним был, которые всё давали от себя, особенно тем, которые лицом, во-первых... К публике. К публике, которая нет, пустым креслом, пустому залу. Во-вторых, ниоткуда аплодисменты не приходят, да. Это как будто ты кланяешься. Нарушение ритуала. Нарушение... Нет, но этот ритуал важен. Несомненно. Он очень эмоциональный ритуал, очень разный, да. Ведь это ответ публики, да, это, по сути дела, реакция публики. И не даром это было то, что... Потом был концерт в январе, по-моему, это был концерт классики, юбилей классики, радио классики, латвийского радио. И тут они собрали аплодисменты из разных концертных залов Латвии и даже из Альберт Холла, да. И после представлений, которые тоже были только в таком, в прямом эфире, без публики, давали вот эти аплодисменты. А ваш личный опыт? Ведь вы на протяжении многих лет комментируете культурные процессы, вы комментируете и открываете слушателям и зрителям новые спектакли, музыкальную культуру, оперные спектакли. Каков был ваш первый опыт во время первой волны пандемии? Ведь вам тоже пришлось перестроиться, может быть, даже довольно радикально, но продолжать рассказывать о произведениях, которые вы слышите очень опосредованно. Вы зафиксировали какие-то собственные изменения эмоциональные, может быть, в процессе работы над текстами? Да. Во-первых, я как возможно всё-таки одержалась рецензировать вот такого рода концерты и спектакли, скажем. Спектаклей даже не было. Национальная опера не показывала такие. Она показывала старые записи из тех спектаклей, которые мы уже все видели перед тем. Так же, как делала Метрополитен опера в Нью-Йорке, да? И даже бесплатно. Вот это, что было позитивно, что многие, которые или не было времени, или именно последние еврики в этот момент были в кармане, или по другим причинам, ну, до сих пор, может быть, не ходили, или ходили частично на эти трансляции Метрополитена оперы, да? И они тогда могли посмотреть всё то, что они не видели, и что бесплатно. На каждую неделю была какая-то опера, которая шла тут три дня, вот в викенде, и примерно так и действовала наша национальная опера вначале. Но новые продукты я старалась не рецензировать таким образом, потому что, знаете, это несправедливо. Я не буду повторять, но мы можем опять возвращаться к тому, чему мы начинали разговор, да? Например, был очень хороший концерт радиохора, где очень хорошо всё визуальное было сделано. Это было в Лепо, это была, кстати, православная программа на православное Рождество в январе. Это было действительно фантастически сделано, следует даже где-то обратиться, посмотреть это видео. Наверное, где-то в Ютубе он есть. Это было в Лепайском концертном зале Лелайс Дзинтерс. Тут были видео из горы Атоны, да? Видео у художника Роберт Рубинс вместе с Игвардом Клявом, дирижёром, и вместе с православным хором. Нет, это старовер... Староверующий священник, да. Они когда-то несколько лет ещё перед пандемией были на гору... Афон. Афон, да. И они тут путешествовали так пешком, повсюду ходили, да? И тут кое-что было разрешено, кое-что даже тайком, да, снял вот эти священные места. Роберт Рубинс. И из этого было вот такие видео, такие мелькнувшие, как будто в мгновении, да? И какая-то игра света. И знаете, и тогда получается, что тут... А может быть, кто-то другой, может быть, тот же хор радио, споёт такую же программу. И это кажется... Ну, когда вот через экран ты всё-таки как-то удалённо... Вот нет этой такой... Той человеческой энергии, которая даже физически идёт, да? И поэтому ты как будто... Ну, дистанцируешься от этого. Ну, это помогает вот перешагнуть, вот помогло вот это действительно мастерское видео и также монтаж вот этой, ну, скажем, ну, не передачи, но трансляции, да? Ну, нельзя это так сравнивать, да? Потому что я думаю, что вообще-то эмоциональность и профессиональное мастерство и это эмоциональное содержание, да? Ну, она так же качественна из радиохора и в том, и в другом случае, да? Но я просто... Я принципально не хотела этого делать. И другие коллеги тоже. Я напомню нашим радиослушателям номер нашего телефона прямого эфира 6721-2939 и 6721-3939. Теперь я хотел бы продолжить нашу беседу и, может быть, коснуться того аспекта вашего творчества, как создаются тексты, как можно облечь музыку в слова. Я пытался когда-то это делать в качестве дилетанта, когда я создавал рецензии на конкретные музыкальные спектакли или на оперные постановки, но я всегда понимал, что слово бледнеет и слабеет перед музыкой, потому что я, например, не в состоянии это был сделать. Вы занимаетесь этим профессионально, долго. Как это происходит? И видите ли вы эту борьбу слова и нот? Или, допустим, кто побеждает? Или, может быть, есть какое-то ощущение неспособности это сделать, и потом вы преодолеваете это? То есть нет ощущения того, что да, слово, оно слабая тень музыки? Ну, я таким совершенно банальным образом буду цитировать предложение Шостаковича, которое когда-то в моем детстве, еще в советское время, было написано как мото в каждой программе на обложке в программах Латвийской государственной филармонии, где кончаются слова, но если, знаете, это перевод из латышского обратно в русский, так что, может быть, это будет не слово. Да, он, может быть, не будет точно, но я уверен, что он отразит то, что... Много анекдотических случаев, когда из одного, из оригинала переведешь в другой язык, а потом обратно, да? Изменения до неузнаваемости. Просто, просто, да. Но это было, что где кончается... Музыка начинается там, где кончается слово. Ну, разговор, слово... Ну, слово. Разговор нет. Разговор – это всегда коммуникация, да? Музыка – коммуникативная форма. Но вот где кончаются слова, тут рождает, тут начинается музыка. Да? Это пункт первый. Но есть пункт второй. То, что вы говорили, вот о неспособности, о том, что как-то не дается слова тут ускользать, да, тут есть и много клишей, тебе не хочется повторить. Особенно, кстати, это трудно. В таких языках, как латышки, вам вообще надо было попробовать еще. Потому что русский язык, тут просто больше выбора слов, так же, как английского. Большие языка, где есть, не знаю, много синонимов одного того. Когда приду я на наш язык, латышки, тут будет такое слово, такое, такого. Они все вот стечутся, как все дороги на Рим, на какое-то одно. Встретятся все. Слушай, два слова. Я не могу даже варьировать, да, вот эти нюансы. Но есть у нас тоже много нюансов, но вот когда вот в переводе вот такое чувствуете, я вообще всегда очень сочувствую тем, которые профессиональные переводчики, да, делают переводы книг, да, и из одного, все равно в какую сторону, да. Это титанический труд. Это ужасно собой. И знаете, вот этот пункт второй, это такой, что, что мне помогает. Я просто знаю то, что есть такое явление, независимо от того, это борьба слова и музыка, или кое-что, как говорили, да, это совсем, по-моему, не борьба, но всегда, если ты что-то делаешь, есть сопротивление материала. Если вот, ну, представьте, вот кто-то из камня делает скульптуру, он силой преодолевает этот камень, да, камень сопротивляется, да, слово тоже сопротивляется. Любой. И всегда, даже если, я думаю, что у поэта тоже есть сопротивление, хотя он ничего ниоткуда тут не борется, он борется только с собой, да. Это самая тяжелая борьба. Так значит, я даже не преувеличу вот это сопротивление материала, если мы именно о музыке говорим, и отношениях музыки слова, да. Конечно, и третье, ну, не надо пересказывать музыку словами. Ты можешь говорить о том, как играет, поет музыкант, ты можешь говорить об интерпретации, о том эмоциональном или идейном содержании, которое имеет эта музыка, да, о контексте. Не надо тут говорить, вот мажор, тут все радуются. Нет, так не надо. Хорошо. Если мы на какое-то время еще останемся в пространстве, допустим, оперных постановок, скажите, ведь вы давным-давно наблюдаете на протяжении долгого времени, наблюдаете за изменениями или за почерком различных оперных режиссеров в разных странах мира, здесь в Латвии и так далее. Что вы можете сказать по этому поводу? Есть какие-то новые тенденции в режиссерской работе, допустим, с оперой 18-го столетия, которая отдалена от нас не только, скажем, по традициям создания партитуры, но еще в основном и либретта, то есть драма-то, собственно говоря, 200-300 лет назад создавалась, плюс еще и цитаты из древности. И для меня, как для потребителя, или, скажем, для дилетанта-наблюдающего, мне кажется, нередко режиссеры демонстрируют свой некоторый эгоизм по отношению к эпохе. Ведь очень сложно найти язык с той эпохи, сохранив ее собственное звучание. Как вам кажется? Есть какие-то... Ваша собственная критика, ваши диагнозы? Ну, представьте себе спектакль 18-го века, ну, примерно так, как в театре Дротнинг Холма в Швеции, из Ведрии, в Швеции. В Швеции, да. Под Стокгольмом. Да-да. Да-да-да. Потому что я всегда путаю и Швеции, и Швейцарии. Никогда не выучу, что как в Швеции, как в Звейдрии. Бывают такие слова-ловушки, да. Просто на всю жизнь. Это, извините, никак. Я напомню нашим радиослушателям, это театр, который был, условно говоря, на долгое время закрыт, на несколько столетий, и был открыт, по-моему, в начале 20-го века, если я не ошибаюсь, и там сохранилось убранство 18-го столетия, даже обои того периода и так далее. Насколько я помню, там, в принципе, запрещено электричество, есть некоторая имитация свечей и так далее. Но, собственно, это возможность путешествовать как бы и по истории театра, оперного театра, как здание. Вся машинерия и так далее. Машина Грома, да? Да, да, да. Да, я был в качестве как раз участника этого эксперимента, получил большое удовольствие. Так вот, возвращаясь к Дроттенхолму. Ну вот. И даже не надо ездить в Дроттенхолму, но поезжайте в следующее лето, на Баоско наверняка будет опять какой-то опера барокко, которых каждый год ставит Марс Купч, дирижер, да, такой большой энтузиаст и профессионал, именно вот... Снадцатого, восемнадцатого века опер. И он тоже старается вот при свечах, как это тогда было, да, делать спектакли, даже никакой специальный театр, ну просто этот... Создание атмосферы. Дом культуры, да, или тут, ну, в центре Баоско, скажем так, культурс центры, да, центр культуры. Но представьте, вот вы сегодня пойти, скажем, в оперу, даже если тут стояли уже на чеку пожарники, и вот у нас опера, свечи, нам казалось бы, что тут вообще в темноте, полутьме происходит, да? Что такое? Вы же тут ничего не видите, что тут такое? Ну вот, понимаете, наше такое отношение, наше восприятие тоже очень, ну, поменялось. Отвезёт как-то... Но в полутьме происходит второе, второй спектакль, параллельный спектакль, ведь там же тогда начинает участвовать и аудитория, которая больше не полностью, вот, условно говоря, по идеям Вагнера, исключена, да, и находится вот в своеобразном богослужении, она тоже начинает свою жизнь вести? Читать ли Брэта, шуршать программкой, ну, извините, ну, извините, я бы видела еще, когда был жив Марис Янсонсонсон, когда он приехал, извините меня, со своим оркестром из Нидерланды, концерт, габау оркестра, знаменитый из Амстердама, и это был тогда подарок королевы нидерландской, Латвии, и был концерт в опере, и тут было так, что было, ну, первая часть, после первой части полчаса, ну, перерыв, в перерыве всем давали шампанское, тут была вся наша элита, государственная, тогдашняя, я уже не буду говорить, что тут, после каждой части симфонии были, ну, неуместные аплодисменты, да, но когда, вот, началась вторая часть, все уже были под этим шампанском, вот, как вы говорите, все тут шуршали, все, приходит Марис Янсонсонсонсон, перед оркестром, руки, все, это все, ну, как сказать, они, ну, в готовности, шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу, шуршание в зале продолжается ну потом мари сеансы нас так стал он вообще вы знаете как он такой человек который вообще ну 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 не он не из таких борцов которые вот теперь вот ты не умеешь вести себя вот он тебе сейчас покоя покажет твое место нет но он так просто так повернулся к публике посмотрел стоял и ждал снял руки которые были уже потом ну не с не сразу но через какую-то минуту публика наконец затихла поняла не было например очень стыдно да несомненно я полагаю что когда вы упоминали слово элита видимо нужно было использовать и мне бы не хотелось да что вот такое что но я знаю что в то время так и было да вернемся к режиссерам какие-то основные тенденции вот то что вы говорили о эгоизме я конечно теперь как-то как-то мне даже еще до сих пор даже не хочется в это пандемическое времени где ездить и таки и и скажем так и также для для медиев тоже возможность где-то посылать наших журналистов ну тут скажем никакие да и и и так что егор егер хамович он все-таки как настоятельно едет едет но у нас такой ездящий до корреспондент культуры но я больше смотрю так отдаленным путем теперь да последние годы все вещи так но я помню например если мы говорим об этом эгоизме режиссеров когда марина ребека еще была ну певица в начале своей карьеры она пела в дочь опер генделевскую оперу к тезе и тут был такой режиссер как имени которого я не помню и не стоит запоминать он поставил на сцену сделал как такой бассейн из грязи и все они были по колено в этой грязи в этой грязи да тут даже режиссер знаете когда нечего делать пускает ребенка на сцене да дети тут иногда бегали и тут поскользнулись им конечно в детям это нравится да пока еще кое-что ничего не переломать мои руки-ноги так и хорошо да и даже в полный такой да тут был такой эта сцена даже поет тарцет 3 певца включая марину ребеку она еще и как будто так в опере послужили два два друзья ее тарцет и я с ужасом вижу что такой как ну как из к как экскаватор но кувшина так как это на ковш 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 до у вас кого кувш из из верха до и собирается идет спускались пускается вниз я понимаю что что сейчас будет бедных певцов и ждать до в одно время этот ковш открывается и на них поливается эта грязь извините люди поют то что когда тебе в открытом рту это попадет эта грязь кроме того у людей была аллергия тогда вы думали ладно пусть они поют в гидрокостюмах вообще все весь спектакль ну извините целый спектакль в гидрокостюме тебе да это же не нормально и это просто потому что режиссер хотел вот себе показать до концепции да это о том как будто как посттравматизм ну что из войны и он как-то не может уже нормально больше коммуницировать с людьми нормальной жить да это будете актуально было уже какие время да ну я скажу вот такие режиссуры самоцельные да ну не стоит уважение когда они не думают и о солисте потому что они думают о солистов но это вообще ну что мне дает кроме того в начале этой оперы марина редака одну из очень технически сложных арии тут очень виртуозно да ты должен петь так как флейта играет до свои виртуозные пассажи она хоть должна была ходить по краю наверху по краю оркестровой ямы тут она оркестровая рама такая большая ладно это не такое да она довольно но такое широкое давно она поднята да наверх не было бы страшно тут вообще даже и не пить да и вниз посмотреть этот зал а тут есть что это оркестровая яма а ты должен потуду пройти с одной стороны на другой причем ты поешь концентрируешь очень сложную арии но это нормально это нужно во первых зачем это нужно это возможно пример отсутствие диалога между композитором эпохой режиссером и его попытка игнорировать тогда когда соли солист уже с именем да и он может все-таки какое-то свое слово сказать а я думаю что в начале карьеры многие солисты но просто вынуждены молчать вынуждены да как-то покорять себя да вот разными такими чудами я не говорю я не против режиссур которые хотя очень вызывающие и так далее но которые по сути дела да которые говорят о сути но если я вижу что просто режиссор что-то хочет выпендриваться просто выпендриваться я не знаю правильно это по-русски это довольно резкая фраза но она очень четко описывает состояние некоторых режиссеров да конечно уже сначала не сказал извините мои русские иногда это очень яркий сочный русский язык я думаю что это очень точное описание отношения некоторых режиссеров и к эпохе и к к тексту потому что ну либретто по сути дела тоже самоценно в какой-то степени это все-таки это пьеса во многом 18 столетия это была суверенная пьеса которую можно было ставить и вне музыкального пространства такое происходило теперь мы покинем оперный зал выйдем выйдем в реальную жизнь и в реальной жизни в латвии мы видим на протяжении последних 25 лет раздельное информационное пространство но у нас появился радиослушатель я попрошу надеть вот эти наушники и мы тогда сможем присоединиться к разговору с нашим радиослушателем добрый день и вы в эфире пожалуйста добрый день добрый день интересный разговор получается и интересный собеседник благодарю а вот вопрос у меня такой будет вот вы напомните выдающийся нашу знаменитую органистку евгению лисицыну и скажите пожалуйста как вот сейчас государство или министерство культуры помогает таким людям спасибо благодарю ну это конечно вопрос к министерству культуры но тут конечно целая система как помогает какими-то побалсты поддержка пособия пособие его пособие музыкантам которые тут те которые вот скажем тут таких организаций ну что ну продолжается дотации скажем оперы национального симфонического оркестра или пайского оркестра даже когда она у нее такой интенсивная концертная жизнь просто потому что она запрещена а вот эти сама самозанят самозанятые артисты да как евгений лисицын тоже среди них как я понимаю да она не прикреплена как 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 раньше было вот скажем филармонии какой-то есть и даже до институции да но тут тут очень и очень очень трудно я думаю потому что тут это чтобы выбиться через сеть разных таких ну как сказать пунктов этой бюрократии который должен выполнить стать чтобы получить это пособие но очень многих не только этот вопрос лисицын я нет нет например с нею теперь не говорила да какое-то время и не знаю именно вот ее пример например разных музыкантов вот такие что ты вот особенно в первом в первого первое время было но например была одна пианистка имя теперь я не буду называть потому что она не хотела жаловаться пуль публично но она говорил ну вот ну мне теперь как-то не не прилагал ну на пена костоспособие мне не вдруг меня вылетел из головы ну что вообще она подала свое явление заявление но ей отказали вот и отказали пособие потому что вот у нее тут музыкальной школе или кроме ее активной концертной деятельности которая ее как самое главное что она делает да но вот у нее нет были тут два или три урока не не полагает мне не полагается пособие да две она преподает два или три урока в неделю это никакая тут они даже не полставка даже не в четверть ставки да где-то музыкальной академии и музыкальной школы и все у тебя есть какая-то постоянная работа которая вроде бы тут продолжается это ничего не зависит что ты получаешь может быть 20 30 евро да в месяц это ненормально да да и вот очень много вот таких случаях было да и до сих пор конечно очень много таких таких вот случаев есть и меньше но все равно и это бюрократии как как ты можешь вообще как-то сройтись сквозь да и это как сеть и многие как будто и остаются так и остаются тут кроме того и думаю что тут все таки надо серьезно переработать а налоговую реформу которая началась вот в прошлый год в летом до в середине лета в июле на это кстати и нас с вами касается да мы тоже эти сама самозаняты сам ну самозанятые но я могу рассказать просто откровенно свою ситуацию тоже наполовину самозанятая как который получает авто гонорары а на половину я ну как штатный работник газеты которые тут конечно как все штатные работники получают минимальную извините да зарплату и слава богу есть эти еще авторские гонорары и теперь я думаю что очень нормально что получается ну скажем так я теперь говорю теоретично если человек скажем на бумаге тысячу евро полу получает в месяц но половина из этого скажем это минимальная зарплата половина может быть 500 даже может быть и меньше да он получает как авторские гонорары и тут и в каких-то других местах и так да и если считать все налоги то что на руки остается это получается очень разные суммы при тех же обстоятельств тут же писал тоже делал для тех самых скажем медиев да но если ты полностью штатный работник был бы это одни про это одна сумма который тебе остается если ты только самозанятый другая сумма а если ты бедненький на полу и так и так хуже не может быть потому что вдруг хотя закон говорит что мы что вот если ты работаешь в 5 местах работы каждый тебе тут 100 евро ковплатить тогда ты или больше немножко то не надо каждому каждому этому каждой институте и платить государству так ну это по-новому да этот минимальный социальные налоги по максимальной ставке да а в наших случаях вдруг мы хотя закон говорит по-другому но по как ведь это видит дата ведь снова влсенья мумденности государственная служба налог да это интерпретация такая как что мы как будто две два человека в одном да потому что я из этой авторском гонораре тоже должна заплатить заплатить максимальную ставку 30 с 1,7 процентов соц налог потом еще 20 процентов ну как все до этот инком налог на доход налог на доход вот возьмите вот все это так мелодия не выжил вы упомянули что как будто бы в одном пространстве два человека существует а если мы перенесем эту метафору на медийное пространство на наши сми вот я уже упомянул о том что мы констатировали с вами что на протяжении последних десятилетий все-таки мы живем в разных медийных пространствах очень многие латвийские жители по каким-то причинам и эмоциональным и политическим все-таки потребляют сми нашего большого соседа на востоке и это то что мы не можем изменить но это раздельное пространство но ведь негативно влияет на нашу политическую культуру это и этнические выборы это и этнические партии и этническая нетерпимость и так далее как вам кажется как сотрудник у дн и когда то в день и были две редакции и латышская жалко что больше нет вот вопрос а с другой стороны политика гос языка не очень инклюзивно она не приглашает она скорее отпугивает я бы сказал многих политикой политика языка да я имею ввиду государственная политика образ латышского языка он 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 для многих пугающий вместо того чтобы ну по той простой причине что у многих русскоязычных был опыт сдачи экзаменов на категории на уровне от этого зависела зарплата позиция на работе так далее так далее там всевозможные удостоверения то есть опыт был довольно травматичный и мне кажется к сожалению политика гос языка так и не повернулась лицом к части своей аудитории и нет каких-то рекламных акций например выучил латышский язык и ходи смотреть херманиса в оригинале без перевода или открой себе русскую классику театральную допустим в версии нового рижского театра я не вижу ничего чтобы способствовало открытию латышского языка русскоязычным вы как сотрудник редакции который жалеет о потере русской редакции дьяны чтобы вы посоветовали тем кто побаивается латышского языка во первых конечно три минуты и латышкая среда тоже есть очень многие места например тут магазин и все где работать с клиентом где этот латышей латышей тоже очень нужен русский язык и даже ну так сказать может быть тише то происходит не на не принимает вот молодежь которые наш молодежь конечно не знает большинство не знает уже русского языка но вообще скажу так это зависит от среды я например нигде не чувствует вот такой как ну тут русские латышки я не чувствую какого напряжения не чувствуете нет и и наверное потому что нет я думаю это зависит от человека вот его какого-то уровня интеллигенции с обоих страны сторон потому что скажем одна дровесина не горит и но все-таки кое-что думать как это более вот так заманчиво да тебе при ну открытие может быть до светлее ну знаете вот скажем у нас вообще есть манера не только к языку это но вообще универсальная манера запретить наказать да чтобы ты страшился нельзя то вот так штраф как мы любим слово штраф да закрыть дверь где-то да но я думаю что в россии тоже у нас есть у кого поучиться так что мы еще так сказать не так страшно да все равно некоторый почерк схож в какой-то степень да я так но конечно представьте себе что но мы маленькая маленький народ да мы конечно дал должны ну как-то соргать волос охранять охранять потому что есть много культур уже да исторических культур да которые были больше нас и языка которых теперь вообще где-то исчезли даже латынь да ну хорошо латынь верно но вы знаете что очень интересно буквально в завершении нашей беседы вернее даже не в завершении я думаю многоточие потому что мы обязательно снова встретимся мы только начали нашу беседу я заметил что школьники латышских школ выходя на перемену допустим покурить а я иду мимо допустим из магазина они между собой горят на английском языке и говорят долго длительно целыми большими диалогами я сначала думаю что может быть этой раз мус программа нет оказывается это местные это тоже очень интересное явление глобализации языка на этом мы поставим многоточие увы наше время истекло сегодня она пробежала мгновенно напомню уважаемые радиослушатели сегодня в гостях у нас была инесса лусы не а сотрудница редакции газеты вена он автор множество рецензий аналитик культурных процессов здесь в латвии и за рубежом большое спасибо за сегодняшнюю нашу беседу за ваши эмоции и за ваши советы а за комментарии мы снова встретимся доброго дня и крепкого здоровья большое спасибо уважаемые радиослушатели за ваше внимание благодарю коллегу родион золотарева за обеспечение нашего эфира и до следующей встречи в следующую пятницу у нас снова будет звучать поэзия